Дубль 2. День следующий. Мы пытаемся улететь на Кунашир, аэропорт Южно-Сахалинска. Стоим, ждём. У моря погоды. Ну, вы поняли. Стойка а-ля компании «Аврора». Всё по стандартной схеме. Говорится и снова. Едим с чемодана. Улучшения по погодинку на Кунашире не ожидается, но будем смотреть, что будет завтра теперь уже. Сегодня макароны по-флотски, капуста и чёрный хлеб. Дом, милый дом. И мы опять здесь. Поскольку вылететь нам сегодня тоже не удалось, приходится развлекать себя в городе самостоятельно. Решили посетить Сахалинский зооботанический парк. В музей не успеваем. Музеи работают до шести часов, а мы как на работу до пяти часов в аэропорту. Завтра будет последняя попытка улететь на острова. Если не улетим, то будем думать, что делать дальше. Так, билет куплен. И вот такой план этого зоопарка. Страусы есть, кенгуру. Ну, короче говоря, пойдем посмотрим. И приматы есть. Давненько я не была в зоопарках. Ты первый экземпляр. Это белая нутрия. Я что-то думала, они других цветов должны быть. Ой, а вон их там трое. Шапки-то. А вон еще там сидит. А вот это идет, 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 идет. Какая она пухленькая. И идем-ка мы к приматам. Капуцин. Один, наверное, здесь. Но у него здесь шикарный. А, нет, вон еще один. Вон еще один. И еще. Вон они. Не, им тогда тут весело. Капуцинчик. Имеется еще зеленая мартышка. И не одна. Одна вон там хвостик. Чей-то. И вон еще сидит. В злиму кошачьих. Вот он какой. Ух ты. Ух ты. Ух ты. А хвост-то, хвост-то какой. Ну. А вон еще один. Я просто сейчас не знаю. Хвосты шикарные, да. Оценили. У нас какой-то беличий сайморий. Здесь где-нибудь. Уже вот там какие-нибудь интересные. Здесь у нас белорукий гиббон. И правда руки белые. Как в перчатках. Вот он там рыженький сидит. А вот здесь сидит. Ой, уже не сидит. Бегает черненький. Вот. Пустите меня на волю, говорит. Лапки раскинул. Клетки у приматов хорошие. И они выглядят прям не жалкими. И высокие они у них. То есть, в принципе, в этом отношении здесь в зоопарке все хорошо. Здесь, видимо, выпускают приматов. Вот сюда на открытую площадку. Сейчас дверь сюда закрыта. Козлики. Какие? Балийские. Балийские козлики. Здесь тоже какие-то парнокопытные. Или не пар... Овца романовская. Ну, овцы и овцы. У них там сколько много. С бирочками. Ушан. Калинский живет в Капибара. Вот она. Это нутрия. Это нутрия. Это нутрия. Это нутрия. Внутрия они же поменьше. Они вон там в центре. Они степенье мимо, что даже ест лёжа. Вдруг это какие-нибудь это... Не экологичные травинки здесь растут. Они просто тут у себя всё обкусали. Ужачу всё, что можно. Слышь. О, ещё. Слушай, какой он швак. Они сейчас нас это запалят здесь. Нас выгонят из зоопарка. Это вообще вот не овца. Вот так вот смотришь. И корова, а то и собака какая-то. Вот это да. И большой такой. Вон там орлан сидит с белым холостом. А вон там на лесенке кто-то сидит. Наверху. Патагонская мара. Нет. Я не пойму, это что за какое за животное? Грызун что ли? Или кто это? Я патагонская мара. Я обитаю здесь. В Патагонии, соответственно. Я питаюсь трупцами, короче, грызуны. Грызуны. Свинковые. Поближе. Неведомые зверушки. Мара. Хороший зоопарк. Там территория большая. Он получается зообио сад. То есть и ботанический сад тоже самое. Но здесь тоже со всех сторон идет реконструкция. Вон стройка. Прямо скажем. То есть к следующему году здесь должно быть очень красиво. Здесь есть алтайский марал. Вот он какой. Моральник видела, маралов не видела. На Алтае. Вот насухи. Мы их видели в живой природе. Воришки мелкие. Они у нас на водопаде и у Гасу. Тырили еду. И у всех туристов тоже. Аллеи украшены такими лавочками, кломбочками и некими такими артефактами. Я даже не могу представить, кто это. Это старик лесовик. А это харза. Типа как герза. Вон она лежит. Ест лежа. Это что-то кошачье. Вот сто процентов. Ну, ест лежа. Это из куничьи. Ну, куница может быть. Ну, на кошачьих очень похоже. Решетка здесь двойная. Ну, ничего. Нормально так кушать. Смотри, какие зубы-то. Это очень опасное животное. Харза, да. И вот тут среди березок лежит рысь. Котя. Спит. Как любая нормальная кошка. Дальше у нас... Короче, мы в кошачий вольер сюда пришли. Рысь сибирская. Кто там? Енот. Пока он вышел. А, енот кошкам затесался. Не, ну просто с лишним. Вот. С холостом. Получше чуть-чуть. Ну, енотов мы в Мурманске посмотрели. Хорошо. А здесь вот у нас лиса. Алиса. Нехорошо так смотрит выбирающий. Амурский лесной кот. Как вы думаете, что он делает правильно? Он спит. Вон там над дверью. Над входом домой. Коты те самые, которые спят на крыше своего дома. Они восточные. Вот и он. Царь зверей. Вы видите, да? Вон он. Вон он лежит. Как все нормальные кошки. Поел и спатеньки. И бус не дует. Зато обратите внимание, вот ноу-хау. Видите, щеточки там прибиты. Это чесалки. У кого есть кошки, берите на вооружение. Вот еще один царь зверей. Поел и спит. Причем не просто спит, а это у него качалка такая. Он на ней раскачивается и дрыхнет. А еще у него есть бассейн. И чесалка вон там круглая стоит. Здесь у нас амурский тигр. Тот самый, которых станет уже скоро больше, чем людей. Ой, какой. Спит. Короче, у них кормление часа в три. Вот нужно приходить тогда, когда они активны. Пони. Так это осел может быть. Так. А здесь у нас эти ламы. Лама дочь и лама мама. Медведь тут тоже присутствует. Больше всего мне понравилось вот это вот такое кормление медведей. Труба. Коммуникационная. Не, ну не сытый. Конечно, они все поели и уже укладываются на сон. Усурийский белогрудый. О, боже мой. Пяточки. 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 Теперь понятно, почему он топтыгин. Такими пяточками. Зоопарк оставил приятное впечатление. Хоть я не очень люблю такие места, но животных было не жалко. Здесь хорошие условия, чистенько. Очень много всяких цветов, деревьев. Все подписано. То есть, он именно поэтому полу... зоопарк полуботанический сад. Вот. Но приходить лучше днем, когда они еще голодные или во время кормежки. Тогда удовольствия будет больше. Ну и теперь мы в нашем любимом парке Гагарина. Каждый день, как на работу сюда. Вот по этой дорожке мы катались. Да тут розарий есть, а мы его как-то еще не видели. Идем на ужин. Что делать? И будем ждать, как говорится, у моря погоды на завтрашний день. Завтра все решится. Завтра все решится.